Привет, дружище! GameFans – это канал, на котором ты сможешь узнать самые свежие и интересные новости из мира гейминга, кино и новейших гаджетов. Два раза в неделю мы расскажем тебе, где раздаются бесплатные игры, во что лучше поиграть и на какие скидки стоит успеть. А чтобы было еще комфортнее, мы подкинем тебе пару Steam-ключей в наших раздачах. GameFans.ru. Переходи по ссылке в описании. Недавно вышедший эксклюзив на Соньки бьет и продолжает бить невероятные рекорды по продажам. Уже за три дня в одной только в Великобритании Человек-паук поставил раком пятидневные результаты в Warcraft 5, причем со всех платформ сразу, и даже умудрился в два раза обскакать успешный проект God of War, который до сих пор имеет на метакритике крайне высокую оценку. На данный же момент детище Insomniac Games по популярности стоит примерно на одном уровне, как когда-то год назад была колда в одном только PSN. И в этой ситуации я крайне горд, что такая игра вышла только на PS4. Человек-паук уже давно находится под крылом Sony, и почти все самые лучшие игры про дружелюбного соседа выходили именно на PS. Следовательно, для компании данный проект это лишний повод повыебываться и указать игрокам, где тусуются реальные задроты. А на данный момент игру величают одной из самых успешных и лучших частей, что когда-либо выходили. Лучшая она или нет, мне пока очень тяжело сказать, однако с чем я абсолютно согласен, так это с тем, что игра вышла просто изумительная. Мое отношение к компании Marvel, оно всегда было самое простое. Я нахую вертел всех их детища, как Мстителей, Халков, Торов, Железных Человеков с этим Дауном, простите, Дауни-младшим. Как с детства меня бесили все эти сериалы, что без устали крутили по детским каналам, так и сейчас я прямо говорю, что все они были хуета собачья. Однако, Человек-паук очень сильно привлек мое внимание своей простой и, главное, логичной истории. Историей про обыкновенного сироту, что прожил детство с дядей и тетей, судьбу которого изменил укус радиоактивного паука. Этот персонаж, по сути, сделал мое детство, но позже интерес к нему стал пропадать, остав постарше мне, и вовсе стало на него насрать. Возможно, не имея я ютуб-канала, игру бы я на плойку вряд ли выкупил, уж тем более за 60 баксов. Мотиватором всего стали никто иной, как мои любимые подписчики. Мне просто все мозги выебали с этой игрой. А будет ли стрим? А будешь ли ты играть? А будет ли обзор? Я даже могу сказать им спасибо за это, видимо, порция лишнего мозгоебства иногда дает положительный результат. Ведь новый Человек-паук по-настоящему помог мне окунуться обратно в прошлое и вспомнить, как же тогда было хорошо и прекрасно. Я хочу, чтобы вы меня поняли, что все это не пустые слова. Я каждый день с момента выхода заходил играть минимум на 4 или 5 часов. Чтобы вы меня понимали, я в Ведьмака так никогда не играл. Но сказать, что игра длинная, прям как Ведьмак, увы, конечно же, нет. Я прошел чуть больше половины, и на это было затрачено около 20-25 часов. Но тратил я свое время, по большей части, на исследования Манхэттена. Да, открытый мир это не полноценный Нью-Йорк, а его, так скажем, ключевое ядро. Но не восхититься его красотой во время игрового процесса, особенно в первые часы игры, это просто невозможно. Анимации полетов на паутине, разнообразие трюков, взаимодействие со всеми возможными препятствиями, что вечно попадаются на пути, это не может не удивить. И самое главное, что вся эта механика, она не приедается, ведь большую часть времени в игре ты проводишь именно, находясь в воздухе. Однако напрягает то, что второстепенная геймплейная составляющая, это сплошное свиралово по указке. Игра напрочь лишена каких-либо секретов, мотивирующая вас самостоятельно исследовать город. Их принцип выстроен как в играх Ubisoft. Мы ищем постоянно вышки, которые надо взломать. Бляха, муха, как же заебали эти вышки, мудак, что придумал такую концепцию в Иссасине, будь ты нахуй трижды проклят. И на карте автоматом высвечивается все то, что можно собрать в рамках прохождения. То есть мы не можем сразу исследовать каждую территорию Манхэттена на 100%, это все будет открываться по ходу прохождения. Формально и в Иссасине там все давалось как бы не сразу, заинтересованность проходить сюжет в игре присутствовала, но во всех ли частях преподносили эту фичу как положено? Конечно же нет, и в Человеке-пауке она не идеал, но по крайней мере тут это интересно проходить, если ты хочешь отвлечься от сюжета. Все же мы знаем, что Питер Паркер великолепный фотограф, так почему бы нам не пофоткать разные здания? В каком-то магазине происходит ограбление или где-то сбывают наркотики, сорви к херам все их планы, ты ж супергерой, ёпта. Погоня за голубями... Стоп! Нет, не за этими голубями, а за настоящими, чтобы отточить навык полета. Спасение окружающей среды при помощи мини-лаборатории Аскорб разнообразные испытания на выносливость, ну или моё самое любимое поиск рюкзаков, где лежат разные пасхалки из прошлых частей. Перепонки из паутины. Думал, что смогу парить на них, но они так и не заработали. Осмотрелись круто. Пытался создать прототип паутины в Аскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте её быстро и одним комочком. Эти моменты вот больше всего прорывали на какие-то ностальгические воспоминания. Это всё интересно проходить, оно не вызывает зевоту или мысль, да когда же это всё закончится, ты будешь потом сам себя спрашивать, а есть ли ещё. В это серьёзно тяжело поверить, но так оно и есть. Однако и у открытого мира есть свои косяки. Чаще всего они происходят там, где ты меньше всего проводишь времени, а именно на земле. Жители Нью-Йорка, они не живые. Это просто по сути заскриптованные макеты. Да, если рядом будет проходить Человек-паук, они все такие будут говорить, «Вау, это ты, не могу в это поверить, а можно с тобой сфоткаться или что-то наподобие». Это пока всё нормально, претензий нет. Но это всё скрипт. Когда в городе происходят преступления, обстрелы, мирные жители бегут подальше от этого места. Это всё тоже скрипт. Игра сама даёт команду, которая должна быть сыграна строго по сценарию. А вот, к примеру, если вы находитесь там, где никакого сценария игрой не предусмотрено, будет пиздец наподобие этого. Теоретически, я как бы не скажу, что тут прям совсем жопа, как страшно, халтура или что-то наподобие. Нет, я по-любому уверен, что искусственный интеллект был урезан в угоду оптимизации, чтобы игра не лагала, а она действительно не лагает. Тут любая локация достойно оптимизирована. Особенно дальность прорисовки. В прошлых играх про паучка зачастую была такая проблема, когда ты летаешь по городу, наводишь камеру вниз, многие объекты, как машины, люди или даже целые здания, они прорисовывались на глазах, что пиздец, как сильно гандонило всю красоту полёта. Тут такого ты не увидишь. Ты с любой высоты можешь навести камеру вниз и увидеть там всё. Даже фонарный столб, если присмотришься. Отрисовка, я порой замечал, она происходит лишь только на какие-то слишком отдалённые здания, которые ты даже можешь и не увидеть, потому что их могут другие дома перекрывать. Многие, правда, в своих обзорах говорили, что у игры даже микропроседов нету. Тут, по смене не согласиться, они есть. Либо это какая-то катсцена, где прям вот дохера экшона, либо во время драки, где собираются много врагов, и несколько из них начинают либо в тебя стрелять из пушек, винтовок, базук, либо шпыряться бомбами. Вот тогда микропроседы могут иногда появляться, в остальных случаях их нету, всё максимально стабильно. И твои враги, это уже то, где искусственный интеллект уже есть, и он там далеко не слабый. Сперва я начинал играть на максимальной сложности, ну я ж, блядь, я ж мазохист, я Dark Souls прошёл на платье, ну чё там, ваш паук? Пфю! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блядь, всё-таки достали, да ладно? Еб! Блядь! Охуеть! Ты это типа крутой герой? Типа да. Погодите, не помогает эта хрень? Да блин! Пидарас, блядь! Чуть позже сложность я маленько приспустил, потому что понял, что ссыкло, ибо поначалу, когда ты толком не понимаешь ещё, как правильно драться, когда ты ещё не открыл дополнительные гаджеты, перки, всё вот это вот такое, ты будешь постоянно дохнуть. Самый такой челлендж, он будет присутствовать именно в начале, пройдя уже маленько дальше, когда у тебя будет много здоровья, куча вспомогательной херни, когда ты заучишь комбинации, даже на максимальной сложности, играться будет легко. Но справедливости ради, боёвка здесь очень красивая, я пока ни в одной игре про паука такое не видел, здесь очень большое разнообразие врагов, кто-то вечно стреляет из пистолета, винтовки, базуки, кто-то просто с кулаками лезет, с холодным оружием, либо есть те, которые оружие зачаровывают, ну или если грамотно сказать, накладывают искажения. Драться с ними не особо сложно, но смотрятся бои нереально круто. Правда, пока не особо охота забегать вперёд насчёт сложности, я ещё даже до финальных боссов толком не дошёл быть, может быть там жопа будет опять её придётся спускать, но чё-то мне подсказывает, что ничего сложного там скорее всего не будет. По сюжету я пройдусь лишь немножко поверхностно, так и мне будет проще, и вам, я голову не буду забивать лишней информацией. События, игры происходят спустя целых 8 лет, как Питер Паркер стал Человеком-пауком, и это просто охренительно, это не очередной перезапуск серии, который уже давным-давно всех остыбенил. Паркер больше не фотограф Дейли Бьюгл, Джон Джеймисон работает теперь на радио, всё так же язвитно, говаривает на паука, какой он плохой, в себе это только от него, его надо арестовать, и всё в этом духе. Мэри Джейн больше не актриса Бродвея, работает теперь в газете журналистом, а тётя Мэй помогает бездомным в центре государственной поддержки ПИР. После ареста Уилсона Фиска в городе стала происходить война между бандами, а в перерывах между основными делами мы помогаем доктору Октавиусу изобрести киберпротезы для людей, что были лишены конечностей. Всё остальное я просто боюсь уже оглашать, ибо это уже будут спойлеры. Если сказать вкратце, интересный ли сюжет, то да, мне как человеку, которому было давно начихать на всю эту вселенную, было интересно играть. Игра сопровождается местами просто до одурения, красивыми и плавными катсценами, а учитывая, что она ещё имеет хорошую русскую озвучку, это добавляет великолепное погружение. Я серьёзно не ожидал такого дикого интереса к игре, мне поначалу даже не хотелось её покупать за свои деньги, я думал её просто выпросить у какого-нибудь знакомого, чтобы дали чисто поиграть пару часиков на стриме и всё. Но сейчас я дико рад, что я так не сделал. Это великолепный эксклюзив, и наверное лучшее, что выходило за 2018 год. Это будет одна из тех игр, ради которой будут покупать консоль. И те люди, что до сих пор сидят в заблуждении, не могут определиться, купить ли им консоль сейчас или дождаться следующего поколения, у меня к вам такой вопрос. Вы точно хорошо подумали?